Всем доброго дня! Вы на канале Иксбро. И сейчас я хочу поделиться с вами некоторыми сведениями вот об этом ноже, которым я пользуюсь уже около трех лет по хозяйственно-бытовым нуждам. Нож изготовлен Златоустовским заводом, что в Челябинской области. Ножны выполнены из куска кожи, прошиты, проклепаны на пару заклепочек. Здесь такой симпатичный рисунок, тиснение, голова волка. Две петли, в которые можно продеть ремень, можно пристегнуть нож повыше или пониже. В общем, удобно. Сам нож себя представляет предмет туристический. На него есть паспорт. В паспорте так и написано, что это нож туристический. И специального разрешения на него не требуется. Он отлично сбалансирован. Хорошо ложится в руку. И, что удобно, рукоятка из бересты не скользит. Тыльник гарда, выполненный из дюраля. Все подогнано достаточно плотно. По крайней мере, лучше, чем у тех китайских ножей, которые доводилось мне держать в своих руках. Нет, рубить канаты, гвозди и монеты мы этим ножом не будем. Потому что он имеет совсем другое назначение. И, по моим понятиям, нож должен быть удобен. Выемочки должны быть подпальцевые. И соответствовать своему назначению. А со своими задачами он успешно справляется в моем хозяйстве вот уже несколько лет. Жена всегда берет этот нож для того, чтобы порезать мясо на плов. И предпочитает только его для этой работы. Те, кто смотрят мои ролики, знают, что я держу свиней. И вы знаете, я использую этот нож для забоя и разделки туш. И если не делать лишних движений, его хватает на забой и разделку одной туши. Я отношу это к первому плюсу ножа. Второй плюс ножа заключается в том, что он очень легкий. От него не устает рука. И третий плюс. Этот нож дешевый. Он стоит порядка трех тысяч рублей. Со своими задачами справляется на отлично. Поэтому рекомендую. Ну что ж, всем пока. Подписывайтесь.